Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Паша Фриман, и снова я продолжаю учиться летать на вертолётах и делать попутно на них обзоры. В сегодняшнем видеоролике у нас будет, наверное, лучший вертолёт игры, или во всяком случае один из них, Ка-52. Самый топовый вертолёт Российской Федерации, который находится на бывом рейтинге 11.3. И выше его, на момент записи ролика, просто нет никакого вертолёта. И перед началом, не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал, чтобы помогать каналу продвигаться. Также подписывайтесь в мои социальные сети, чтобы быть в курсе последних новостей, выхода новых роликов и стримов. А также можете пользоваться моей ссылкой в описании, если планировали что-нибудь задонатить в War Thunder, в Enlist или в Crossout. Таким образом, вы получите небольшую скидку и мою блогерскую наклейку в подарок. И давайте начинать. Ка-52, как вертолёт, является продолжением Ка-50. По сути, это Ка-50 и на стероидах. И сейчас я вам расскажу, что же в нём такого улучшилось. Во-первых, у нас отличная скорость и замечательная манёвренность. При этом я отмечу возможность очень быстро менять высоту. Либо резко взлететь вверх, либо опуститься вниз, например, от какой-нибудь ракеты с ЗРК. Также у нас точек подвесов стало теперь 6 штук. По 3 с каждой стороны. Количество ловушек осталось таким же, 128 штук. Также хочу отметить его живучесть. В кабине у нас два члена экипажа находятся. Соответственно, если вы потеряете одного, то не страшно, вы можете продолжать дальше вести бой. И из-за того, что у нас двойной винт без стабилизатора на хвосте при стреле хвоста, мы можем с вами относительно неплохо сохранять стабилизацию в полёте. И несмотря на то, что мы как бы будем уничтожены, падая, мы ещё можем забрать парочку фрагов. Как я и говорил в Ка-50, у нас есть последний шанс. Ещё одним плюсом отвечу, всеми нам незнакомую, отличную автоматическую пушку 2А42, которая может стрелять такими же лентами, как и БМП-2. Например, у нас есть подкалиберные с бронепробитием 79 мм с 500 метров. Хотя и обычные бронебойные тоже неплохо пробивают. До 53 мм с 500 метров. Далее у нас с вами появился тепловизор второго поколения. То есть HD-картинка, тепловизор. И мы можем с вами работать в любую погоду. Например, ночью и в туман, где на обычном Ка-50 это было довольно затруднительно. Ну и выискивать цели на больших дистанциях намного проще. А ещё у нас с вами появился радар, который может как наземные цели засекать, так и воздушные, если вы смеете режим работы этого радара. Таким образом, к вам подлететь самолёт не сможет, если вы будете за радаром следить. Ну и если вы не видите, где находится противник, то с помощью радара по наземным целям вы сможете понять его примерное местоположение. Разумеется, у нас есть автомат сопровождение цели, куда же без него. И у нас просто отличнейший феноменальный зум, который настолько большой, что на близкой дистанции целиться с него, честно говоря, даже не очень удобно. Ну, отдельно отмечу, наверное, внешний вид. Для кого-то это тоже является, наверное, плюсом, чтобы выкачать себе какую-нибудь технику. Знаю, что такие игроки есть. Если вы есть, кстати, среди тех, кто смотрит, пишите об этом в комментариях. И далее мы переходим к минусам данного вертолёта. Во-первых, у нас не самые лучшие птуры. В топе мы стреляем с вами вихрями, у которых бронепробитие 800 мм. У них на порту 5 кг тротила и дальность пуска 8 км. Почему они не самые лучшие? Хоть они и летят практически быстрее всех, 610 метров в секунду. Вот урона у них сейчас маловато. Я не знаю, возможно, их понерфили, а может быть и нет. В общем, мне вихри не особо сильно заходят. А птуры атака ещё похуже. У них ещё меньше взрывчатки, у них дальность пуска 6 км, но пронепробитие такое же. Так что самое топовое — это вихри. Следующий минус — это наличие ЗРК в бою. То есть вам практически никогда не дадут вылететь выше деревьев или выше горизонта, ну или каких-нибудь складок местности. Как только вы появляетесь в зоне действия радара, по вам сразу же будет произведён пуск. И даже не всегда с одной ЗРК, а сразу с двух или трёх может быть. Ещё к минусу отмечу, что броня, например, кабины у нас на Ми-28 лучше будет, чем на К-50. Поэтому мы быстрее сможем с вами отвалиться от каких-нибудь автопушек либо пулемётов. Ещё один минус — это сам по себе топовый БР. Там очень специфичный сейчас геймплей. Все крысят, зенитки берут в начале боя. И в целом на вертолёте играть сложновато. Но всё-таки это возможно. Ещё хочу обратить ваше внимание, что у нас на этих боевых рейтингах, и я думаю, что с выходом новых патчей эта проблема ещё сильнее будет чувствоваться, появляются танки с комплексом активной защиты, которые наши с вами ПТУРы отбивают. Поэтому на некоторые из них придётся тратить штук по шесть, чтобы сначала кассы сбились, а потом уже они начали попадать по самому танку. И ещё один довольно существенный, на мой взгляд, минус — это малая зона разрешённого пуска ПТУРа. Этим грешит практически любой советский вертолёт топовый. Для того, чтобы быстро среагировать на цель, вам надо будет сделать так, чтобы вот этот вот квадратик маленький был наведён на эту цель. В противном случае вам придётся постоянно доворачивать, пытаться там нос стабилизировать, а это будет тратить время, которого может быть недостаточно для пуска, потому что цель может либо проехать куда-нибудь в укрытие, либо по вам, например, выстроить, если вы увидели зенитку, предположим. Ну и на этом, наверное, плюсы и минусы заканчиваем. Переходим к геймплею. Во-первых, я считаю, как и в начале ролика говорил, Ка-52 лучшим российским вертолётом. Возможно, даже лучшим вертолётом в игре. Во-первых, благодаря шести точкам подвеса мы с вами можем сделать максимально разнообразное, скажем так, вооружение. Есть возможность повесить восемь ракет Игла, которые, в принципе, не очень-то и плохо работают по воздушным целям, правда, если не будут пускать тепловые ловушки. То есть в качестве обороны против других вертолётов или самолётов, которые на вас будут лететь, это вполне неплохо, потому что Игла — это все-рекурсивная ракета, дальность захвата у неё 6 километров, скорость неплохая, манёвренность относительно тоже неплохая, правда, она слабенькая. Там всего находится 530 грамм тротила, и не всегда вы будете ваншотать этими ракетами, например, если будете стрелять по вертолётам. Но зато у вас их 8 штук, и, блин, по-моему, это неплохо. Далее у нас с вами 12 вихрей. Один из минусов, кстати, который я забыл ответить, это что их не 16 там штук, а 12 всего лишь навсего, по 6 с каждой стороны. Ими можно стрелять как и по воздушным целям, собственно, по другим вертолётам, по авиации, так и по наземкам, разумеется. Ну и также у нас есть возможность повесить блоки с неуправляемыми ракетами. С-8КО у нас можно повесить 40 штук суммарно к этим 6 подвесам имеется в виду. У них бронепробитие 420 миллиметров, это кумулятивные ракеты. На борту у них 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте, и в целом их вроде бы как и хватает, но некоторые цели, по которым вы будете стрелять, будут неплохо жить, скажем так, против них. Но всё-таки большинство машин обиженными не уедут, потому что их либо кританёт, вы их остановите, подожжёте, но если повезёт, то уничтожите. Плюс ещё автопушка. То есть, как вы понимаете, у нас максимально разнообразное вооружение, и это прекрасно. Например, когда вы воюете против зениток, я вам советую отстреливать, я, кстати, недавно научился только это делать, по 2 ПТУРа хотя бы, а иногда даже по 3, чтобы, когда вы друг друга выстрелите, зенитная ракета взвелась в первый ПТУР, а второй продолжил движение и добил уже, собственно, эту самую зенитку. Иногда по 3 придётся стрелять, потому что некоторые зенитчики, как сумасшедшие, начинают тыкать на выстрел, и сразу там 2, 3, 4 ракеты по-моему запускают. Но лучше, конечно, в открытую конфронтацию с зенитками не вступать. Старайтесь всё-таки использовать складки местности, летать аккуратно, максимально низко, чтобы по вам не было возможности запустить ракету. Ну или хотя бы, чтобы радары вас особо-то и не видели. Также я вам советую использовать радар ваш собственный, который находится на вертолёте. Переключайте режим поиска воздушных целей и следите за ним, чтобы самолёт неожиданно какой-нибудь не подлетел к вам. Либо можете использовать его для поиска вражеских вертолётов, которые летят на низах, и визуально их будет тяжело увидеть, даже через тепловизор, потому что они могут использовать тоже складки местности и прятаться за ними. Но как только они вылезут, на радаре вы это всё увидите. Учитывая нашу с вами подвижность и возможность резко менять высоту, советую вам этим пользоваться, как только вы слышите, что по вам не тетра кета, делайте тягу на ноль и уходите в сторону. Скорее всего вы увернётесь, если держитесь вот как раз-таки на минимальных высотах за укрытиями. Если же вы хотите взять вертолёт в начале боя, то вы можете повесить 80 ракет С-8КО. Этого вполне достаточно для пары фрагов, а в некоторых случаях даже и побольше, после чего вы можете начать обстреливать противника той же автопушкой. Но так вы особо долго не проживёте. Редко бывает, чтобы на топовых боевых рейтингах, на нарах в начале боя вы как-то там перебили половину команды. Хотя такое тоже возможно вполне, если команда будет хлебушками. Пока я записывал ролик, я танковал несколько ломников и продолжал бой. В общем, с живучестью вертолёта в целом всё неплохо. Во всяком случае, против обычного какого-то вооружения. Разумеется, всякие радиофугасы, ЗРК нас с вами разносят довольно быстро. Но даже если вас снесут, как я и говорил ранее, вы можете падая ещё кого-нибудь забрать. Особенно если сохранится у вас возможность маневрирования. И как итог, мы с вами получаем Ка-52 лучший вертолёт с самыми лучшими характеристиками в плане подвижности, с максимально разнообразным вооружением, с радаром, тепловизором, отличным зумом, хорошей дальностью ведения боя, относительно неплохой живучестью, хоть и не самой лучшей, но всё-таки она позволяет вам немножечко жить. В общем, это просто топ. Если вы хотите его качать, качайте, разумеется, друзья, это просто лучше не придумать, во всяком случае, за советом. Ну а если ролик вам понравился, был интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои социальные сети, в особенности в Телеграм, а также не забывайте пользоваться моей реферальной ссылкой. Ну и приходите на стримы, я стараюсь их проводить практически каждый день. С вами был Паша Фриман, всем удачи, счастливо, и пока-пока.